Всем привет, меня зовут Вадим Савицкий, вы смотрите канал Когнитивный Надзор. Ну а если вы смотрите это интервью где-то в другом месте, не забудьте перейти и подписаться, ну, например, чтобы посмотреть наши другие беседы с Валерием Дмитриевичем Соловьем, который сегодня снова в гостях у нашего канала. Большое спасибо, что пришли. Спасибо большое, Вадим, за приглашение и здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. В последнее время очень много было разговоров на тему дебатов, как таковых, вообще как явления в общественно-политическом пространстве. Наверное, во многом потому, что прогремели дебаты Максима Катца и Майкла Наки, наверняка вы о них слышали. И со стороны тех, кто не был этим доволен, слышна критика, дескать, не время для дебатов. Вот, может быть, в другое время было бы хорошо, но сейчас, когда идет война, людям, которые придерживаются оба антивоенной позиции, спорить о чем-то другом, в общем, неуместно. Как вы считаете, неуместно или все-таки в этом есть какая-то польза? Я не разделяю критические стрелы, направленные в адрес института дебатов и в адрес участников дебатов. Сейчас как раз подходящее время для дебатов, я объясню почему. Потому что и Наки, и Катца – это представители не просто российской оппозиции, но находящиеся в эмиграции. Возможности воздействовать на внутриполитический российский процесс, они затруднены у всех сейчас. Ну, по крайней мере, можно этот процесс обсуждать. За границей его можно обсуждать более интенсивно, открыто и, если угодно, прямолинейно, чем в России. В России мы не можем даже некоторых терминов использовать, как вы хорошо знаете. Поэтому надо пользоваться, во-первых, свободой, в данном случае свободой слова, во-вторых, возможностью. В-третьих, я считаю, что институт дебата очень важен для российской политической оппозиции, как средство налаживания внутренней коммуникации. Здесь в данном случае для меня важны не столько результаты дебата, они могут быть и нулевыми, и могут быть порой негативными. Хотя, я думаю, что в случае вспомянутых вами дебатов, это итог не негативный. Но просто попытка наладить коммуникацию. Потому что очень серьезная проблема российской оппозиции состоит в том, что она охотно обменивалась и продолжает обмениваться инвективами. Причем за глаза, если хотите, в спину. Это так называемое остроумие на лестничной площадке, которое хорошо вам известно. Но она не очень готова к дискуссии. Причем дискуссия вот такая очная, глаза в глаза. И сам факт такой дискуссии я всячески приветствую. Еще раз. Вне зависимости от результата. Потому что я считаю очень важным выработать такой стиль общения. Есть проблемы, по которым не может не быть разных точек зрения. Возможно, это даже полярные точки зрения. Но для того, чтобы не перейти к оскорблениям, а это вообще, как мы с вами несколько раз говорили, характерный стиль ведения беседы в России. Особенно сейчас в интернет-пространстве. Сразу уже со второго хода начинается с оскорбления. Порой и с первого. Вот чтобы избежать этого стиля, надо вообще-то научиться говорить и договариваться друг с другом. Ну, хотя бы быть услышанным. Если мы не договоримся, хотя бы быть услышанным, признать за стороной, с которой ты не согласен, не просто такие же человеческие достоинства. Мы их признаем априори. Но право иметь собственную позицию, собственную политическую, идеологическую идентичность. И, соответственно, наладить какой-то диалог. Или хотя бы попытаться наладить. Поэтому я отношусь с большой симпатией к этой идее. Это не вопрос отношения, позиции. Понимаете? Я хочу подчеркнуть. Это не вопрос признания того, кто прав, кто виноват. Точнее, кто не виноват, а кто ошибается. Где же можно вполне выразиться в духе знаменитого киногероя, а я с обоими не согласен. Ну, сам факт этой беседы, я считаю, важным и полезным. А все-таки, вот я слышу от многих, что оппозиция все время ругается, все время не хочет идти друг с другом навстречу. И я вижу, что немалое количество людей воспринимают состоявшийся диалог скорее как очередной виток вот этого противостояния и неспособности друг с другом договориться. Несмотря на то, что, безусловно, дискуссия была как-то оформлена, она была на телеканале «Дождь», и это, конечно, нельзя назвать обменом оскорблениями, но, тем не менее, было видно, что отношения, натянутые между участниками дебатов, кое-что было даже на повышенных тонах. В общем, для многих это все равно скорее свидетельство какого-то разъединения, а не соединения. А вообще дебаты – это, как правило, про объединение людей, про взаимопонимание или не всегда? То есть, насколько это универсальный в этом смысле инструмент? Вадим, ну, я думаю, мы с вами согласимся в том, что дебаты – это всегда коммуникация. Это всегда. И в этом смысле это один из универсальных инструментов коммуникации. Сказать больше я бы не решился в данном случае. Я бы не решился, понимаете, рассчитывать на взаимопонимание. Я был бы доволен тем, чтобы стороны не привали друг другу в спины, чтобы они не пожимали, точнее, пожимая руки, не пересчитывали пальцы. Пальцы у них на руках или нет? Это просто часть политической культуры, которой в России катастрофически не хватает. Причем, обращаю внимание, это же даже не культура поведения и не коммуникация с оппонентами, с политическими идеологическими врагами, если хотите. Это вообще-то часть общения со своими. Принято считать, что оппозиция должна находиться по одну сторону баррака. Я очень надеюсь, что рано или поздно это объединение произойдет. Возможно, когда откроется какая-то возможность для оппозиции. Понимаете, еще очень важно, что когда нет такой сильной реальной повестки, мы сами начинаем эту повестку придумывать, если хотите, и мистифицировать. И мы придаем важность собственным заявлениям, заявлениям людей, с которыми мы не согласны. А в том числе и потому мы ломаем копья вокруг неких фантомов, если хотите, потому что мы не можем повлиять на реальную политическую повестку. Ну, ограничены наши возможности. Они стремятся к нулю. Хорошо, давайте признаем, что мы обсуждаем интеллектуальные конструкции. Ну, давайте тогда, помните, мы с вами опять же говорили, что давайте отделим эти интеллектуальные конструкции от нас самих. Если мне нравится эта конструкция, это не означает, что она часть моей идентичности. Как говорил Лао Цзи, в любом человеке должна быть пустота, чтобы принять противоположную или хотя бы иную точку зрения. Давайте сохраним в себе место и пространство для пустоты. И вот дебаты, по идее, должны этому научать. Научают они или нет, вопрос другой. Не всегда. Но, по крайней мере, это надо пробовать. Чем чаще вы пробуете, тем больше вы входите в обкус. И вообще, конечно, дебаты должны стать вот синий кваном. Непременным условием общения российской политической оппозиции. Пусть это будут внутренние общения, пусть это будут общения политэмиграции, потому что проводить дебаты с теми, кто находится в России, довольно сложно. Ну, по понятным, опять же, причинам. Но, да, это интеллектуальная деятельность. Иногда она избыточна. Иногда это не пиво, а пена на пиве. Но, тем не менее, ну, хоть что-то. Вот можно что-то делать. Да, дискурс, в конце концов, вы же прекрасно знаете, что он может превратиться в практике. А не сам ли это обман? Если люди занимаются такой деятельностью, которая, как вы говорите, является пеной на пиве, а не пивом, нет ли в этом большего вреда, создание иллюзии какой-то деятельности вместо подлинной деятельности? А что вы можете сделать, Вадим? Вопрос всегда встает так. Я бы не сказал, что это иллюзия, хотя это может кому-то показаться. Если хотите, это самотерапия. Когнитивная терапия. Потому что людям необходимо ощущать, что они могут на что-то повлиять, и от них что-то зависит. Да, в данном случае, скорее, мы можем повлиять на собственные интеллектуальные конструкции и можем произвести мириады слов. Иногда остроумных, порой изящных, чаще всего, к сожалению, грубых и, честно говоря, не вполне объективных. Но, тем не менее, мы тем самым доказываем свое существование. В том числе, оппозиция доказывает свое политическое существование. Тем, что она производит политические нарративы. Но не может она произвести сейчас массовые практики. Не в состоянии. На то есть более чем серьезные причины. А вот упрекать, допустим, членов антифашистских кружков в нацистской Германии. Что же вы ничего не делаете? Что же вы не ходите и выходите на манифестацию к Рейхстагу? Да, сгоревшему Рейхстагу. Нет, к рейс-канцелярии. Что же вы помилуете? Само обсуждение в некоторых условиях, ну, это если не героизм, то это хоть что-то. Это что-то. Это лучше, с моей точки зрения, чем молчание. Лучше публично обсуждать, чем угрюмо молчать, ненавидя при этом друг друга. А вот эта академическая отстраненность, о которой вы говорите, отношение к предмету обсуждения как интеллектуальной конструкции и попытка хладнокровно к этому отнестись, где граница возможного отстранения? Допустим, уместно ли сейчас дискутировать со сторонниками войны и представлять эту дискуссию как такой интеллектуальный разговор? Я думаю, что многие сочтут это просто аморально. А как вы думаете? Вы знаете, это просто затруднительно очень. И не только в силу моральных ограничений, но есть вещи, которые действительно лучше не совершать. Допустим, вести диалог с каннибалами не стоит. Это совершенно контрпродуктивный диалог. Но вы можете попробовать прояснить позицию. Понимаете? Я подчеркиваю, это не дискуссия, собственно, в том виде, в котором мы понимаем. Это прояснение позиции. Вы очень быстро понимаете, что если вы стоите на противоположных, ценностных и культурных основаниях, ну, запад есть запад, восток есть восток, и вместе с тем не сойдите. Вам просто не сойтись. У вас нет никакого пространства. Но вдруг чудо. Выяснится, что часть ваших аргументов внятна вашему собеседнику. Это крайне редко, но бывает. Аналогичным образом вы можете почувствовать, что за его аргументацией стоит нечто прочувствованное. Понимаете, какие-то эмоции, какая-то человеческая боль. Поэтому пока не попробуешь, не узнаешь. Но чаще всего это дело бесполезное. Настолько различные основания. И как показывает опыт, и показывает исследование, там, где мы имеем дело с тяжелым конфликтом, с конфронтацией даже. Конфронтация – это все-таки более сильное, более эмоционально насыщенное явление, чем конфликт. Ну, с войной, да. Это может быть и война рос, как в знаменитом фильме. Но это там, где затрагиваются наши ценности, наши убеждения базовые, там диалог становится крайне затруднительным, если вообще возможным. Но, но бывают ситуации, это ситуация переговоров, да, когда вам приходится наступать на горло собственной песни, а игнорировать собственную идентичность, становиться холодным удавом, расчетливым циником и прожженным интриганом для того, чтобы добиться каких-то результатов, в данном случае, мира. Я напомню, что когда Северный Вьетнам вступал в переговоры с американцами по поводу прекращения войны, вы же помните, что они там переговаривались поначалу через посредника. То есть, они даже напрямую-то не встречались. Настолько сильным было расхождение. Но, тем не менее, рано или поздно приходится сесть за стол переговоров. Но это не дискуссия уже будет. Ну, точнее, переговоры не включают элемент дискуссии, включают элемент дебата. Всегда. Но в данном случае вы должны быть как раз, вот я сказал, что нельзя дискутировать с дикарями, с теннибалами. Ну, вы можете настолько расходиться во взглядах, но практика от вас требует диалога с ними. И куда деваться? Ну, значит ли это, что дебаты с теми, кто тебе относительно близок при таком глобальном рассмотрении, более эффективны, чем дебаты с теми, кто тебе очень далек по взглядам? Если иметь в виду воздействие на массовое сознание, то самое эффективное это разговор с колеблющимися. Или это могут быть дебаты с кем угодно, но обращайтесь вы при этом не к тем, кто находится в аудитории, не к тем, кто, как вы знаете, составляет аудиторию этого медиа, а к более широким слоям общества. Вы обращаетесь не в пустоту, а в пространство. И ваша цель всегда это привлечь внимание хотя бы колеблющихся, сомневающихся, потому что вам нет нужды привлекать тех, кто и так на вашей стороне. Вы не сможете переубедить тех, кто категорически против вас. Но в России существует огромное пространство, заполненное людьми колеблющимися, сомневающимися, боящимися вообще иметь собственную точку зрения. Вот именно к ним в ходе политических дебатов и стоит обращаться. То есть дебаты это не между собой. Нам не надо друг друга убеждать. И тем более не надо друг друга оскорблять, доказывая, что я прав. Я более гвардеец, чем вы. Или вот я здесь один Д'Артаньян, а вы все... Ну понятно, кто вы такие. Это ни к чему. Обращаться надо к другому. Вот к этому социальному пространству. Это принципиально важно. И даже когда мы ведем сейчас с вами диалог, я обращаюсь к зрителям, как и вы. Мы обращаемся к людям, которые будут смотреть. Да, нам интересно беседовать. Да, нас это занимает. Это вызывает какие-то мысли. Это то, на чем мы думали. Иногда то, о чем мы не думали, тем более интересно. Но всегда надо помнить о тех, кто смотрит. И думать о том, чтобы заинтересовать их. как минимум. Возможно ли, даже не то, что возможно, а уместно ли, на ваш взгляд, использовать для того, чтобы такой диалог состоялся, общественное давление. Была обращена критика в адрес Максима Катца за то, что он использует свою аудиторию для, как он сам причем признался во время дебатов, именно принуждения к диалогу. Поскольку, по его мнению, насколько я понял из его слов, другие средства он посчитал исчерпанными. И поскольку он считает этот диалог принципиально важным, он предпринял такой ход привлечь свою аудиторию, чтобы она надавила на общественную кампанию, провела по привлечению ФБК к сотрудничеству. Как вы считаете, во-первых, этично ли это, уместно ли это и насколько это вообще эффективно? Вот мы видим, что, например, Алексей Анатольевич из тюрьмы предложил анкету. Складывается ощущение, что это реакция все-таки на эту кампанию и что Кац чего-то додобился этим. Вадим, я не моральный учитель, хотя я отдаю должное моральному измерению, я понимаю, что оно чрезвычайно важно, но я никогда не рядился в моральные итоги. Я не вижу в этом ничего зазорного. Если вы считаете, что ваша цель стоит того, кстати, это вот знаменитая фраза, девиз иезуитов, ее обычно у нас цитирует как, что цель оправдывает средства, вычеркивая продолжение фразы, если это цель Бог, понимаете, если вы движими, благими мотивами, у вас благая цель, ну, наверное, возможны различные инструменты, возможно, различные. Тем более, в использовании общественного давления, с моей точки зрения, ничего неэтичного нет. Возможно, для кого-то это неприемлемо. Я не вижу здесь нарушения норм, принципов морали. Если, опять же, это только не наносило характер, знаете, таких площадных оскорблений, что, что ж ты слабак, давай, давай, подначивание. Если все было построено на этом, все построено на этом, ну, мы знаем, что это манипуляция. Причем такая простенькая и довольно дешевая манипуляция. Ну, кстати, эффективная. Довольно эффективная. Люди не хотят показать, что они слабаки, да, они готовы, ну, может быть, просто вести за правило, что дискутировать надо. Путин ни с кем никогда не дискутировал, и институт дискуссии, институт дебатов исчез, в том числе и зло на российской оппозиции. Почему бы не вести за правило, что давайте обсуждаем, давайте устраивать хорошо дебаты, публичное обсуждение. Ну, в конце концов, это привлекает внимание. Да, и можно снять напряжение, выгрозить. Ну, там, оговаривая какие-то правила, вы же понимаете, что очень важна техника и процедура. Всезвычайно важна. Или для того, чтобы добиться результата, или для того, чтобы не прийти к конфликту, не усугубить конфликт, не превратить дебаты, обсуждения в драку. Всезвычайно важна процедура, техника ведения, и наличие модератора или модератора. Это очень важно. Но обращаемся мы все равно к сомневающимся, колеблющимся, не к убежденным. Вот вы предвосхитили мой следующий вопрос, сказав про Путина. Дело в том, что действительно Владимир Путин на протяжении всего своего присутствия во власти в дебатах никогда не участвовал. И по телевизору перед каждыми президентскими выборами крутились дебаты всех остальных кандидатов, кроме Путина. Насколько вообще такая практика распространена? Это какой-то ноу-хау российского президента? Или действительно в некоторых случаях отказ от дебатов более эффективен, чем участие в них? И если да, то когда что более выгодно? Ну, я думаю, мы понимаем, что Путин очень слабый поливист. Было бы очень трудно дискутировать. Посмотреть бы, знаете, посмотреть бы. Да, посмотреть бы. Но я уверен, что... Я уверен, но исходя из того, что я наблюдаю, что он очень слабый поливист. В России вообще отсутствует культура такой политической полемики, политических дебатов благодаря тому, что власть от этого отказала. Власть демонстрирует свое априорное превосходство. Типа, кто вы такие, чтобы с вами еще дискутировать? Бол, дискутируя с вами, мы поднимаем вас на свой уровень. А в этом есть какой-то смысл. Потому что, когда вы проводите дебаты, вы должны выбирать желательно, очень желательно, если это не жребие, если это не... Да, жребие и выборы. Себе оппонентов, людей, с которыми вы будете дискутировать, исходя из... чтобы их вес был соразмерен вашим. Политический вес, общественный вес, какое-то общественное влияние, общественная известность. В противном случае вы создаете рекламу и притягиваете внимание к человеку с изначально очень слабым репутационным весом. Не то, что у него там дурная репутация, нет. У него может вообще не быть никакой репутации, он неизвестен. И любой человек, притязающий на то, чтобы заниматься политикой, об этом, конечно, же задумывается. Безусловно. В каких случаях невозможно дебатировать? Ну, мы с вами это уже обсудили. Ну, вот с людоедами, мне кажется, невозможно дебатировать. Ну, Путин же рассказывался, наверное, не потому, что перед ним были людоеды, а по каким-то другим причинам. Конечно же нет, нет. Он, еще раз, он вообще трус. Владимир Владимирович большой трус. И он очень боится того, что его могут унизить. Он очень боится потерять вот эту ауру своего превосходства. А ведь в дебатах это очень просто может произойти. Ну, и плюс нет культуры политических дебатов. Что означает кандидат в президенты США отказался от дебатов? Или на президентских выборах во Франции? Как это? Как это возможно? Это никому даже в голову не придет. Это априори снизит шансы этого человека. Причем снизит колоссально. А у нас мало того, что президент не участвует в дебатах, и когда дебаты вообще проходили, я же участвовал в президентских дебатах 2018 года. Я был доверенным лицом Бориса Китова. И там, слушайте, ну там ряд ограничений сразу вводятся. Причем самых, считайте, выводятся за рамки самые такие, знаете, болезненные темы. Они не выносятся на дебаты. Исключается это. Значит, понижается уровень дебатов. Когда Грудинин отказался участвовать, сказал, ну что это такое, вот там нет президента, на него стали давить, ему стали угрожать. Ну, я знаю, как это было на самом деле, понимаете, да? чтобы мог показать, что эти все люди в одной весовой категории, все остальные кандидаты, а Путин это не божитель, он не досягает. Вот такие дешевые штучки, дешевые приемчики, но в общественном восприятии для него это работает. Это работает. Люди убивают, да, ну что ж президент такой, что же мы с этими типа дурачками-то дискутировать. То есть я правильно понимаю, что участие в дебатах способствовало бы десакрализации вождя? Да, Как-то он на виду со всеми, общается, и даже в чем-то оказывается неправ, невозможно быть во всем правом в дебатах. Да, это бы поставило его в заведомо слабую позицию. В заведомо слабую. Еще и потому, что он плохой полемист. А вообще бывает в демократических культурах, развитых демократических культурах отказ от дебатов, который шел бы в плюс тому, кто от них отказывается. Или это нонсенс? Это только в авторитарных или тоталитарных обществах возможно? Вадим, я не знаю. Я не настолько хорошо знаю историю политических дебатов в англосаксонском мире, в континентальной Европе. Я не исключаю, что подобное происходило. Просто, возможно, были люди, с которыми отказывались дебатировать. Ну, знаете, как это там? Если вы имеете дело с откровенным фашистом, то если вы начинаете или буквально по Марку Твену говорит, он говорит, я вообще никогда не дискутирую с идиотами. Потому что вы опускаетесь на их уровень, где они вас задавят своим опытом. Вы, думаю, знаете, что есть категории людей, с которыми нельзя ни в коем случае вести дебат. Не потому, что политические взгляды разные, потому что это люди-идиоты или они преследуют цель сорвать любую коммуникацию. То есть их цель исключительно негативна и враждебна. Ну, тогда с ними невозможно полемизировать, дискутировать и вообще что-либо обсуждать. Ну, вот здесь возникает сложная дилемма. Да. Потому что, с одной стороны, действительно трудно поспорить с тем, что привели, а с другой стороны, так ведь недалеко до того, чтобы окуклиться в общении с теми, кто тебе приятен. Вот ФБК, например, очень неохотно явно коммуницирует с тем же Кацем, ему приходится активно давить на них для того, чтобы какая-то коммуникация состоялась. И это не вчера произошло, так было давно, и дебаты Кац с Навальным тоже состоялись только после широкой общественной кампании по убеждению Алексея Анатольевича в том, что это необходимо и так далее. И есть такое ощущение, что, в общем, далеко не только Владимир Путин, даже из российских политиков или из российских политических сил, склонен к тому, чтобы дебатов избегать. И не только со страшными людоедами, но Максим Кац явно не производит впечатления страшного каннибала или человека законченного идиота. Ну, поскольку мы говорим о конкретном случае, у команды Навального, у самого Алексея Анатольевича, который у нас в списке экстремистов и террористов, опаснейший террорист, и Кацин агент, у них есть опыт взаимодействия и сотрудничества с Кацем. И опыт этот, в общем, для них негативен. И поэтому здесь есть влияние этого опыта. Влияние прошлого. Это первое. Второе. Вообще дискутировать с неприятными оппонентами никто не любит. Это правило. Вам просто неприятно. Вы боитесь. Они могут срезать. Они могут оказаться там чем-то превосходнее вас. Они могут использовать какие-то демогические приемы и обойти вас на повороте. Это неприятно. Поэтому я говорю, что это придется делать все равно. И это надо превращать в часть культуры. Да, есть люди, которые лично мне или вам не нравятся. Но мы же обсуждаем не этих людей, не их качество. Мы обсуждаем принципы. Мы обсуждаем политическую стратегию. Мы обсуждаем то, что может повлиять. Повлияет ли вопрос другой, но способно повлиять на судьбы страны и на судьбы миллионов людей. А как вообще работать в демократическом обществе и в демократической политике? Вы постоянно будете иметь дело с людьми, которые вам не нравятся. Ну, давайте хотя бы вспомним, приведем другой пример. Ну, вот вы ходите на работу, да? Ну, я не хожу к счастью, как и вы. Вы же постоянно встречаетесь и по дороге на работу, и на работе с людьми, которые вам не всегда симпатичны. Ну, вы взаимодействуете с ними, правда? А тем более в политике. Если уж вы на эту стезю встали, ну, будьте любезны, делать в том числе и то, что вам лично не нравится. Ну, вот тут никак. Понимаете, единственное, что можно, я всегда говорю, что баньте тех, кто хочет разрушить коммуникацию. Те, кто начинает с оскорблений, баньте сразу. Никаких разговоров с ними быть не может. по определению, что у них другая цель не выяснить истину, не прояснить позицию. Они хотят нарушить коммуникацию. Они хотят скандала. Иногда это сознательно, иногда это в силу темперамента, но говорить с ними бессмысленно, это означает терять славу. А вот это, кстати, интересный вопрос, потому что как раз буквально вчера в своем телеграм-канале, кстати, друзья, переходите, подписывайтесь, если интересно, я делал публикацию как раз вот о хейтерах. И я придерживаюсь точки зрения, что банить их напротив не нужно, нужно предоставлять им пространство для высказывания, тем самым позволяя им показать себя во всей красе. Потому что, если мы стремимся их блокировать, как мне кажется, тем самым мы по сути даем им то, что они хотели, даем им свое внимание, мы на них обратили внимание, мы их забанили, значит, мы по этому поводу испытали какую-то эмоцию, они нас как-то зацепили, а если мы просто позволяем им творить то, что они хотят, мы позволяем им показать себя во всей красе. Я, да, понимаю вашу точку зрения, я ее не разделяю, я объясню, почему. Это не связано с тем, что некоторые высказывания способны эмоционально задействовать, там, допустим, меня как автора или вас. Это связано с тем, что когда аудитория видит, прошу прощения, срач и множество негативных высказываний, она с меньшей охотой переходит на этот канал. На то есть просто соответствующие исследования. Поэтому цель, я еще раз повторю, их, если это сознательная деятельность, я просто знаю, что там, ну, на меня просто направлены, ну, не армия, ну, там полк ботов совершенно. Знаю, с каких пор, кто это курирует, мне это хорошо известно. Ну, и зачем же им давать тогда пространство, если они хотят разрушить коммуникацию? Ну, если речь идет о ботах, которые коммуникают живые люди, то, наверное, да. Да, есть и живые люди, есть и живые люди, конечно. Есть тролли по сознательному выбору, ну, почему я их должен пачереть? Зачем? Здесь я вспоминаю как раз вот это высказывание Марка Твена об идиотах. Ну, зачем? Ну, пусть идут в другое место. Вполне хватает подходящих их уровню развития, любителям площадной брани вполне хватает площадок, где они себя обретут и обретут себе подобное. Я этого не хочу. Хорошо. А возвращаясь к кейсу КАЦа и ФБК, вы упомянули, что у них есть некоторая предыстория взаимоотношений, которая, безусловно, сказывается на текущем их взаимодействии. А все-таки нет ли в этом существенного или, может быть, даже первоочередного аспекта, связанного с тем же, о чем вы говорили в контексте Путина, что ФБК боятся поделиться своим статусом с теми, кого они принимают как равноправного участника дебатов, дискуссий и так далее. Многие говорят, что они боятся потерять статус первой, главной и единственной серьезной оппозиционной силы. Да, понимаю, я этого не исключаю. Это предположение естественное, оно не может не возникнуть, но точного ответа я не знаю. Мы это просто принимаем как гипотезу. Вполне возможно, что и так. Тем более, было время, когда лидерство этой команды было абсолютно неоспоримо, абсолютно неоспоримо, и в среде российской позиции в целом, ну, я бы сказал, если говорить об оппозиционных организациях и в российском обществе. Это было в девятнадцатом году, это было в двадцатом году, это было отчасти в двадцать первом году, потом стало, ну, с двадцать второго года ситуация по понятным причинам стала меняться. Да, есть, наверное, стремление сохранить не то, что монопольную, потому что монопольную позицию, это не назовешь лидерскую позицию. Да, да, есть, наверное, нежелание поделиться своей репутацией, поделиться своей известностью. Какие мотивы приводятся публично, дело другое, что там, ну, не дело нам с Кацем дискутировать, мы готовы там, а с ними мы дискутировать не будем, мы с ними будем говорить вообще языком оружия. Ну, здесь вы можете найти массу доводов за, против, изощренную аргументацию соорудить, это совсем не сложно. Что лежит в основе, каковы подлинные мотивы ваших действий, это вопрос очень интересный, но это все-таки вопрос, честно говоря, к профессиональному психологу. Я просто хорошо знаю, что когда мы встречаем разглагольствование о благих мотивах, побуждениях, далеко не всегда мотивы, которыми руководствуются люди, именно таковы. Но проблема в том, что люди даже себе не признаются в этом. И я думаю как раз, что занимаясь когнитивной психологией, вы это хорошо знаете. Есть то, что мы говорим людям, есть то, как мы это объясняем для людей, есть то, как мы это объясняем для себя, листящим себе образом, и есть наши подлинные мотивы. А вот в этих подлинных мотивах мы очень часто предпочитаем, ну не то, что не разбираться, а умалчивать их даже для самих себя, потому что они далеко не всегда благовидны. Далеко не всегда. К сожалению. Ну такова человеческая природа. Если представить, что вас бы пригласили консультантом в ФБК, я понимаю, ситуация вымышленная, ну вот такой мысленный эксперимент, и спросили бы, какие ошибки в публичной коммуникации им стоило бы исправить для того, чтобы повысить эффективность своей деятельности. Вот, например, идти в большей степени навстречу тем, кто хочет с ними коммуницировать, взаимодействовать с тем же КАЦом и другими силами, на ваш взгляд, это разумный совет, или, может быть, они действуют правильно для сохранения тех самых лидерских позиций, и, может быть, какие-то еще советы, такие гипотетические, вы, как теоретический консультант, могли бы им дать? Ну, здесь, мне кажется, один совет очевиден, это продемонстрироваться открытость к диалогу. И в этой же команде есть люди, мы хорошо знаем, которые к этому диалогу готовы, которые открыты, которые внутри критикуют, я бы сказал, нежелание своих старших коллег к этому диалогу переходить. Я не буду сейчас называть фамилии, но ни к чему это, тень на плетень наводить, или скажут, вносит внутренний раскол, нет. Мы знаем, что есть разные люди. Есть те, которые, в частности, приезжали на разные мероприятия, которые проводились другими оппозиционными организациями, или, точнее, приезжали на другие оппозиционные форумы. Да, открытость к диалогу была бы крайне желательна. Хотя бы продемонстрируйте ее. Хотя бы скажите об этом. Это, кстати, совсем не означает, что вы будете его поддерживать. Можно же все обставить процедурами, ритуалами. И на самом деле диалога не будет. Но зато вы разведете руками и скажете, мы же предложили, да, почему же они не соглашаются? Вот видите, дело-то оказывается не в нас. Ну вот можно сыграть такую игру. Но как минимум о готовности, конечно, лучше бы заявить. Мы готовы обсуждать, мы готовы сесть за стол и просто там переговоров, не стол переговоров, начать дружеское обсуждение вот этой проблематики, проблематики политической стратегии. мы заинтересованы в том, чтобы стать центром объединения, одним из центров объединения. Да, мы можем себя считать первыми среди равных, но мы признаем идентичность других сил, мы признаем их наличие, и мы хотим с ними сотрудничать. Потому что только объединившись, мы можем добиться успеха и хоть какого-то результата. Или привести пример, ну, допустим, белорусскую оппозицию и выборы какого-то 18-го года, мне память не изменяет, на 2018-го года, когда она объединилась. Вот вам, пожалуйста, пример. И вообще, там, где оппозиция когда-либо добивалась успеха в борьбе против авторитарных режимов, как правило, она предварительно объединялась. Да, нас разделяет кто-то, но мы готовы, вы можете предложить свою площадку. Если вы предлагаете площадку для переговоров, это уже сразу делает вас более сильным. Давайте на нашу площадку. А вот наши тезисы. Вы с ними согласны? То есть, вы перехватываете инициативу и просто говорите, что вы готовы. Вы говорите, вот мы предлагаем то-то, то-то и то-то. Тогда начинает обсуждать вашу повестку. И вы не находитесь в обороняющейся позиции. Согласитесь, это вы. Они, кажется, избрали прямо противоположный подход критики вообще любого объединения на данном этапе. Если я правильно помню, в письме Навального говорилось о том, что это все бесполезная трата времени на какие-то фуршеты, беседы, сборища, которые, в общем, остаются абсолютно бесплодными. Такое ощущение, что они во многом отрезали для себя возможность для того, чтобы перейти вот к тому, о чем вы говорите, вы, максимально сфокусировав внимание своей аудитории на том, что все это противоречит их ценностям, их задачам и так далее. Владимир, да и нет. Совершить переход от одной позиции к другой. Ну, слушайте, политики вообще мастера эквилибристики словесной. Ну, и в России никто не вспомнит, что вы говорили позавчера. Это вообще абсолютно не важно. Другое дело, что с тактической точки зрения, конечно, такие ходы, они не выгодны. Вот, опять же, мы с вами когда-то обсуждали, говорим, начинать надо так, как делают наши англосаксонские братья по разуму. Какая блестящая идея. Насколько она хороша. Она нам понравилась этом, этом и этом. Но вместе с тем мы хотели бы высказать нашему досточтимому коллеге и надеясь нашему будущему партнеру следующее соображение. Начните вы с того, что похвалите. Ну, что у вас, просто отвалится рука написать это, как вы не можете хвалить Каца. Как хочется увидеть день, когда кто-нибудь из Абаката досточтимым коллегой. Начните с этого. Да, это очень интересно. Скажите, это движение в правильном направлении. Безусловно, в правильном. Мы можем обсуждать скорость этого движения, да, конкретную его логику, ну, конечно, мы за, мы это приветствуем. Понимаете, вы же можете задушить в объятии, если уж вам так не нравится. Говоря об ФБК, хочется сделать небольшой еще шаг в сторону в связи с темой, которая была не так давно поднята на моем канале и вызвала широкую дискуссию, широкую, конечно, в рамках моей аудитории, но даже вот Радио Свобода написала статью, в которой критиковала в том числе и это мое видео высказывание. Мне кажется, я в этом абсолютно убежден, что подход ФБК к массовой коммуникации, к привлечению новых сторонников через эксплуатацию прежней темы коррупционных расследований себя исчерпал. Это не значит, что высказывания о коррупции несправедливые, что коррупция куда-то исчезла, но кажется, вот их такая устойчивая фокусировка именно на этой теме уже после дворца, после которого, кажется, уже нечего особенно сказать на эту тему, это слабая позиция и малоэффективная, но в общем это не встретило большого понимания среди зрителей. Как вы думаете, вот с точки зрения публичной коммуникации, это скорее ошибка или все-таки я ошибаюсь? Мы правы, вы не ошибаетесь. Я считаю точно так же, я об этом писал в своем телеграм-канале, может быть, месяц, полтора или два назад. Тема коррупции себя исчерпала еще до, продумай, даже до дворца, но дворец просто был и кульминацией, и одновременно точкой, но после такой кульминации можно только идти на спа. Это что касается психоэмоционального воздействия информационного. Это первое. Второе. На самом деле эта тема привела к тому, что у российского общества выработался колоссальный силой иммунитет к любым коррупционным разоблачению. Потому что сплошь и рядом вы услышите фразу «Ну а что бы, ты так не жил, что ли?» Ну, это же чистая правда. Люди именно так реагируют. Их это никак не задевает. Вот первое громкое разоблачение «Он вам не Димон», оно вызвало массовую реакцию. Вот эта кульминация, да, фильм «Дворец», он очень способствовал протестам поддержку Навального, безусловно. Ну все, теперь надо говорить о другом. О другом. Говорить о социальной проблематике. О множестве социальных проблем. Я знаю, что у команды есть всегда объяснение. Но все же замешано на коррупции в конечном счете множество этих социальных проблем. Вы кому это объясняете? Это же интеллектуальные экзерсисы. Вы имеете дело с обществом. Ему не нужны сложные причины и даже простые причины наследственной связи ему не нужны. Ему нужны предельно ясные, понятные, не видеоролики, а видеовысказывания. Полторы минуты, две. Никто уже десять минут смотреть не хочет, вы знаете. на самые разные темы, на темы, связанные с военными действиями, социальной проблематикой. Что сейчас беспокоит людей? Рост цен. Вы берете, смотрите по социологии пятерку проблем. Кто вам мешает наштамповать великое множество роликов, которые строятся по принципу контраста. Вы показываете физиономию, допустим, есть такие у нас замечательные министры или губернаторы прям с карикатурной внешностью. Ну вот, министр труда, допустим, у него же просто внешность акулы капитализма, вот как изображался из журнала Крокодил. Да. Вот посмотрите, этот человек явно хорошо питается. Хорошо питается. Приводите некие данные, находящиеся в открытом доступе. Не в открытом доступе, прекрасно. А дальше вы показываете. А вот так живут в Кузбассе. Полторы минуты. Согласитесь, это будет иметь, если вы наштампуете таких роликов много, более сильный эффект. То есть, вы будете делать не штучные произведения, а поставите пропаганду и агитацию на конвейер. Чему бы, наверное, сейчас бы учил и Ленин. Он как раз толк-то в технологии знал. Не надо делать штучные вещи. Эта тема уже не работает. Или, точнее, одна фоновая уже. Сейчас людей волнует другое. Скажите, скажите им об этом. Покажите коллег, возвращающихся с фронта. Покажите, что они не получают то, что им обещано. На самом деле, большей части они получают. Но вы найдете, это вот называется эффект выпуклости на профессиональном жаргоне. Два-три таких случая. Снимаете короткие видео и показываете. Это же будет гораздо более сильный эффект. Гораздо более. И все это работает на вашу сверхцель. Вы подтачиваете власть. Коррупционными разоблачениями вы уже точно не потучите, вы ее, как ни странно, укрепляете. Ну, у нее иммунитет уже. Ну, хорошо, не укрепляете. У нее иммунитет. У общества тоже иммунитет. А как вы относитесь к предложению Майкла Наки о проведении боя по премьеру Трюдо, канадского премьера? Насколько это, на ваш взгляд, разумная идея для привлечения абсолютно сторонней неполитизированной аудитории? Ну, люди любят шоу. Они любят шоу. Ну, какая у них будет реакция, я не очень понимаю. Вот, это привлечет симпатии или наоборот это вызовет презрение, я не знаю просто. Но вы допускаете, что это может иметь положительное воздействие теоретически, потому что изначально все думали, что это шутка, а потом оказалось, что это не серьезно. очень часто мы имеем дело с вещами, да, или мы задумываемся о вещах или пытаемся подготовить некие высказывания, не зная, какие последствия они вызовут. Это, помните, как у Гилви, вот, корифея рекламы, который говорил, половину денег, которые мы тратим на рекламу, мы тратим впустую. Беда в том, что мы не знаем, какую половину. И нам приходят в голову часто, как нам кажется, гениальные мысли. гениальные мысли при воплощении не оказывают, не вызывают нужного эффекта. А какая-нибудь сущая, понимаете, чепуха, и хоть и даже глупость, вдруг вызывает совершенно потрясающую информационную динамику. Как? Почему? Это заранее было предвидимо? Задним числом, да, мы находим объяснение. Но в моменте нет. В моменте нет. И очень трудно себе признаться, что это случайность, а не результат твоего гениального предвидения. Слушайте, в жизни случайностей, как и в политике совпадений, гораздо, гораздо больше, чем хитро задуманных планов, игр и комбинаций. Многоходовочек, как принято говорить. Да никаких многоходовочек вообще нет, понимаете? Попробуйте осуществить многоходовочку там, где вы имеете дело с людской глупостью, непониманием. Все после первого же шага посыпется. После первого хитрого хода. Вы должны быть готовы постоянно менять свои планы. У вас должны быть цели. У вас должны быть постоянные цели. У вас должны быть некие ограничения, моральные, допустим. Но диспозиция будет меняться постоянно. Вы должны быть готовы к этому. Если у вас есть, как вам кажется, гениальный план, как вот меня учили мои друзья, которые гораздо лучше разбираются в политике, несравненно, чем я, добились несравненно больших успехов, просто я бы сказал, фантастических. Понимаешь, беда российских и политиков, чиновников, и власти в том, что у них есть всегда только один вариант. Они не рассматривают ни второго, ни третьего. У них нет даже варианта Б никогда. Поэтому у них всегда возникает паника, если дело идет не так. Им в голову не приходит, что дело может пойти не так. Поэтому, если ты хочешь добиться успеха, ты должен готовить запасной план. ты должен быть готов к тому, что дело может пойти не так. Это естественно. Это часть жизни. Ну, если хотите, часть, я думаю, что чего-то большего, чем жизни. Ну, хотя это некое, знаете, такое равновесие подверживается. Вот таким случайным образом все уравнивается. Шансы выравниваются. И каждому дается шанс. Просто его не замечаете. Вам даже лень его заметить. Не то, что наклониться и поднять. Вам даже лень заметить его. Вы проходите мимо постоянно. И вы почему-то думаете, что у вас будет шанс лучше. Я сталкивался с исследованием, которое показывало, что удача это на самом деле готовность человека заметить появляющиеся у него возможности. В среднем они равномерно распределены. Совершенно верно. И совершать попытки. То есть, это вопрос во многом вашего темперамента. Во многом если хотите такого более или менее даже биохимии мозга. Если вы смотрите на жизнь оптимистически, а не депрессивно. Но есть люди, которые в силу биохимии склонны к депрессии. То у вас больше шансов использовать возможности. В конце концов для вас всегда стакан будет наполовину полон. Всегда. А не наполовину пуст. И вы будете радоваться. Вот как по Чехову у него по-моему рассказ есть такой оптимист, что если тебя ведут в участок полицейский, радуй тебя, что в участок они в гиену ломены. Если жена изменила тебе, радуйся, что тебе, а не отечество. Вот там у него список, чему можно радоваться. Ну, понятно, что это преувеличение и сарказм. Но, тем не менее, очень многое зависит просто от биохимии, от взгляда на жизнь и от попыток. Старайтесь делать попытки. Но исходите из того, что такая редкостная удача. У нас же, опять же, понимаете, история и вот история всех этих коучей, инфо-цыган, она строится на историях успеха. И вам всегда приведут, да вот он не имел высшего образования, посмотри, как поднялся. Да, но на этот случай могу привести миллион других, где у людей не было высшего образования. Ошибка выжившего. И что, да, совершенно верно, это структура жизни такова. Вам будет дан шанс, и обычно не один. Но вы хоть постарайтесь его использовать. А не надейтесь на то, что будет лучше. Вы недавно в своем интервью, кажется, может быть, вчерашним или позавчерашним, я в последнее время много, готовясь к нашей беседе, пересмотрел ваших свежих бесед, упоминали, что вот эти дебаты и вообще текущее обсуждение, например, стратегии действия оппозиции на выборах 2024, это все в первую очередь общение эмигрантской тусовки, и что эти люди имеют, в общем, мало тех самых моральных оснований для того, чтобы что-то предлагать людям, остающимся в России, и для того, чтобы их к чему-то призывать. И у меня возник в связи с этим вопрос. Я понимаю хоть вашей мысли, вы об этом говорили, что люди, которые находятся в России, подвергаются огромным рискам, и понятно, что человек за границей, этим рискам не подвержен. Но нельзя ли здесь сказать, что человек, который занимается политической деятельностью и который претендует на политическое лидерство, даже находясь за границей, подвергает себя кратно большему риску, чем прислушивающийся к нему человек внутри России. И тем самым такой человек все-таки имеет моральное право к чему-то призывать, потому что риски с себя он не снимает отъездом. Это очень интересный ход, Вадим. Я о нем не думал, хотя он, естественно, он справедлив. Да, потому что мы знаем попытки отравления и попытки отравления политиков, попытки отравления журналистов. Я думаю, что, боюсь, что это будет продолжаться, может происходить заново, по крайней мере. Я, когда имел в виду моральную недопустимость, имел в виду несколько иное. Одно дело, когда вы рекомендуете ту или иную стратегию. Вот вы рекомендуете, вот говорите, мы предлагаем такую стратегию поведения на выборах. Окей. Но если вы предлагаете или призываете людей к каким-то рискованным действиям, находясь за границей, вот это, я считаю, морально недопустимо. Вы должны оказаться тогда рядом с ними. Вы должны подвергнуть себя такому же риску, как они, возможно, даже больше. То есть, если ты предлагаешь, окажись здесь. В конце концов, Владимир Ильич Ленин очень много писал о неизбежности социалистической эволюции. Но призвал он к ней тогда, когда выступил с броневика, вернувшись в Россию. Да, в пломбированном вагоне, да, его встречала там Красная Гвардия, сторонники, но именно тогда он призвал, понимаете, это чрезвычайно важно. Когда вы находитесь здесь, в России, тогда, опять же, к рискованным действиям. Вот почему, допустим, я, безусловно, ценю любой призыв Алексея Анатольевича и высоко буду ценить любой призыв и Яшина, и Ройзмана, потому что они находятся здесь, находятся в Российской Федерации. И если, опять же, это призыв будет, понимаете, каким-то конкретным рискованным действием. Если это призыв занять ту или иную позицию при выборе политической стратегии, я скажу, ну, это очень интересно, мне это интеллектуально интересно, да, это очень изощренная казуистика, привлекающая внимание, можно чему-то научиться. Ну, я, допустим, считаю, что все будет развиваться иначе. Ну, стоит ли дискутировать, вот мне обступать дискуссии на эту тему. Давайте я буду доказывать, опять же, по Уитмену не метафорами, не стихами, не доводами, а тем, что я существую и тем, что я буду реально делать. Это моя позиция, да, она мне не кажется не чижающей кого-то. Она просто показывает пределы возможностей. Я не могу так, как Кац и Наки обсуждать некоторые вопросы. Я не могу называть некоторые вещи своими именами. Я просто не могу. Они в этом смысле свободнее. Хорошо, что они это обсуждают, хорошо, что они называют вещи своими именами. Но зато я могу что-то другое. Ну вот, подводя итог нашей беседы, хочу задать последний вопрос. Вы сейчас упомянули, что пусть вы думаете, что ситуация будет разворачиваться по-другому, но в этой дискуссии можно поучаствовать, можно за ней как минимум последить, сделать выводы. И ваша позиция известна по этим выборам и, в принципе, ваш взгляд на текущие события, основанные во многом на инсайдерской информации, которой вы обладаете. Но если представить, что вы бы этой информацией не обладали, а были бы сторонним наблюдателем, интеллектуалом, который за этой ситуацией следит, вам в рамках тех дебатов, с которых мы сегодня начинали и которыми заканчиваем, какая позиция показалась, во-первых, более верной, а во-вторых, более убедительно представленной, что, очевидно, не обязательно одно и то же? Вы знаете, мне бы не хотелось в данном случае выглядеть человеком, который не желает никого убедить, но у меня нет на сей счет четкой сейчас точки зрения, честно. Не по первому, не по второму пункту. Не по первому, да, пункту. Я бы, не имея той информации, которую я имею, я бы, наверное, сказал вам сейчас следующее, что я подожду до начала следующего года, или же к весне, можно будет определяться. Сейчас слишком много неясных перемен. Некоторые и неясны, а некоторые вообще отсутствуют, при этом я там, мы знаем, что они появятся. То есть, я бы просто отнес время выбора на более поздний срок, понимаете? Вы в этом ближе к ФБК, получается, к позиции ФБК, они об этом говорят. Да, да, но это не исключает того, что обсуждать варианты можно и нужно сейчас. В конце концов, можно иметь же, вот почему я с вами заговорил, что вот есть вариант А, есть вариант Б, может быть, вариант С. Почему бы не предложить несколько стратегий взаимозаменяемых или варьирующихся в зависимости от конкретного контекста, от того, как будут развиваться ситуации. Мы вот сейчас нацелены на это, если при таких-то условиях нет, то мы переходим к другой стратегии. Ну, это же довольно просто. Да, это довольно просто, мне кажется. Вот, может быть, об этом подумать, может быть, это обсуждать. Не или-или, да, а и, и, и еще одно и. Ну, что ж, нам остается только пожелать всем участникам тех дебатов, которые мы сегодня обсуждали и которые еще могут случиться в будущем, стараться находить общий язык друг с другом, насколько это возможно, и в этом мы, наверное, с вами сходимся. Наличие таких бесед, как бы они ни проходили, все-таки скорее благо и большее благо, чем отсутствие таковых. Безусловно. Ну, это такой, знаете, немножко филистерский вывод. Ну, порой банальность абсолютно справедлива. Иногда, да, банальные истины не лишним является повторить, чтобы еще раз о них задуматься и, может быть, сделать уже не такие банальные выводы на следующем шаге. Спасибо всем зрителям, которые нас посмотрели. Приглашаю всех, кто посмотрит на моем канале, перейти на канал Валерия Дмитриевича, подписаться и поддержать его деятельность. Если кто-то смотрит нас на других каналах, в частности, на канале профессора, тоже переходите, буду рад вам на своем канале и посмотрите наши предыдущие беседы с Валерием Дмитриевичем. Там тоже есть кое-что небезынтересное. Ну, а на этом все. Валерий Дмитриевич, спасибо, что пришли. Спасибо вам за приглашение, Вадим. До новых встреч. Всем пока. До свидания. Продолжение следует...